В последнее время вошло в моду делать эмблему городов. С этим первый вопрос, который возникает. А что нужно изображать на этой эмблеме? Какие-то прошлые заслуги, которые приписывают этому населенному пункту? Или будущие устремления? Я подготовил три аргумента в пользу того, что нужно все-таки отражать на этой эмблеме будущее устремление. И сейчас я их озвучу. Вот первый аргумент. Опора на мечту. Нарисовав в будущем мечту, мы к ней будем двигаться. Мечта тянет нас в будущее. А эмблема, отражающая прошлые заслуги, якорем крепит нас к прошлому и не дает развиваться. Понятный аргумент. Если мы рисуем эмблему чего-то там, что есть за горизонтом, она направляет нас идти к этому, к тому, что там есть. Другое дело, будущее не определено. И возможных путей этого будущего великое множество. Какой из этих путей избрать, вот это и есть техническая проблема. Второй аргумент. Прошлый опыт неприменим к решению новых задач. Сегодня мир стал одним для всех. А раньше у каждого был только свой огород. И каждый решал проблемы только своего огорода. Наработал какие-то способы, приемы, получил заслуги. Но огородными приемами и былыми заслугами нельзя решить проблемы всего мира. А если нельзя решить, то зачем это вешать на свою эмблему? То есть эмблема это не просто картинка. Это отражение какой-то идеи, какой-то мысли. Хорошо бы, если бы эта картинка отражала ту мысль, как нам нужно решать проблемы сегодняшнего дня, а не прошлого дня. Третий аргумент. Изменяемая эмблема для себя, а не для дяди. Мы все пытаемся делать эмблему для кого-то. Для какого-то заморского туриста, которому наша земля – проходной двор. И сделать железобетонную пошлую эмблему на три века вперед. Давайте делать не для дяди, а для себя. О чем сегодня мечтаем, такую эмблему и делаем. Завтра мечта изменилась, меняем эмблему для себя, а не для дяди. Обычно в эмблему запихивают какой-то прошлый опыт и сунут под нос туристу. А турист понюхал, пошмыгал носом и прошел мимо. А в связи с проблемой с эпидемией, то вот эта вся туристическая сфера, она скорее всего загнется. Итак, вот я озвучил три аргумента в пользу того, что на эмблеме нужно отражать какие-то элементы будущих устремлений. Если в целом эту позицию подытожить, то я бы сказал, что эта позиция, вот эмблема с будущей мечтой, она может вдохновлять. То есть она показывает какие-то знаки, какие-то картинки, которые направляют нас в будущее, ведут к этому будущему и вдохновляют. А теперь я озвучу позицию, что эмблема города должна отражать прошлые заслуги. Подготовил эту позицию. Уважаемый дядька, дядька это ник комментатора полтовщины и это же дискуссионное прозвище этого дискуссанта. Итак, уважаемый дядька привел такой первый аргумент в пользу того, что эмблема должна отражать заслуги прошлых лет. Первые вековые традиции. Зачастую города узнаваемы и известны по историческим событиям. Чем ярче события, тем больше оно известно. Эмблема города, в который вложен символ исторического действия, будет более узнаваемой. Абсолютно понятный аргумент. Эмблема это то, что было до нас и то, чем мы уже известны в этом мире. Поэтому это узнаваемое и это уже наше. Например, если будущее не определено, оно может быть различно, а это уже есть наше. Мы показываем то, что уже есть. Аргумент второй дядьки. Материальная сторона. На исторической известности города можно неплохо зарабатывать. Музеи, исторические места, памятники. Это все привлекает туристов. Туризм это одна из сфер пополнения бюджета города. А вместе с тем, широкий плацдарм для бизнеса, основанного на туризме. От этого вытекают и новые рабочие места. Грамотно продуманная эмблема города может служить прямой рекламой для потенциальных туристов. Но вот тут основной аргумент, основная суть этого аргумента, который подготовил дядька, это туризм. Слово туризм, туризм. То есть снова же показуха. То есть эмблема нужна для показухи, для красивой картинки, чтобы завлекать кого-то. Но я не знаю, как в связи с эпидемией. Мне кажется, туризм уже не будет развиваться так, как раньше. И еще такой момент. Туристу все-таки важна не эмблема, а нечто эксклюзивное в архитектуре, в природе какого-то места. Третий аргумент дядьки. Традиции. Ни для кого не секрет, что каждый регион и город, в частности, имеют свои вековые традиции. Они уникальны и часто неповторимы. Почему бы на эмблеме города вкратце не изложить их? Ведь традиция – один из критериев узнаваемости. Да, традиция – это то, что отличает людей одной местности от другой. То есть это то, что есть в нас, и то, чем мы отличаемся от других. Ну, скажем так, очень даже понятный и логичный аргумент. Давайте посмотрим в целом позицию дядьки. Позиция эта отражает ту точку зрения, что мы на эмблеме должны отразить то, чем мы уже являемся. Мы должны показать себя, как населенный пункт, с той стороны, где мы уже состоялись. То есть это уже есть наше лицо. Вот такая позиция дядьки. Теперь давайте я озвучу вывод. По правилам нашего дискуссионного клуба Полтава, мы должны синтезировать две позиции и предложить какой-то третий вариант. Вот давайте посмотрим, как подытожил эти две позиции и как синтезировал новую мысль Кихот. Вывод Кихота по дискуссии. Кихота, то есть меня. Аргументы Кихота и дядька выходят с разных концепций. Кихот предлагает цепляться за будущее, а дядька за прошлое. Причем прошлое уже состоялось, и оно определено. Оно понятно, а будущее непонятно, не определено. Что оно нам принесет, неизвестно. Это значит, что составить символ будущего проблематично. Хотя и прошлое тоже имеет разные трактовки. А если перестать заниматься централизованной разработкой городской эмблемы, пускай этими вопросами занимается стихия народного творчества. Какие эмблемы в эволюционном процессе победят, те пусть и живут сами своей жизнью. Пусть их будет много. Итак, согласно Кихоту, не нужно вообще как-то напрягаться, составлять какие-то эмблемы, тем более каким-то органам власти местным. Пусть народное творчество само определяет эти идеи. И в процессе рыночной вот этой варки борща, в процессе эволюции пусть выщелачиваются эти идеи, эти эмблемы. Какая эмблема вследствие эволюции останется, та эмблема и будет жить. И я так думаю, что этих эмблем будет несколько. Их, возможно, будет много, не одна. И эта эмблема не та, что утверждена бумажкой какого-то государственного органа. А теперь посмотрим, как синтезировал две позиции дядька. Какой у него вывод. Что пишет дядька? Эмблема города – это некий символ узнаваемости. Грамотно разработанная эмблема может привлечь туристов, что благополучно отразится на финансовой составляющей города. В то же время эмблема, отражающая прошлые события, не может показать нынешнее стремление. Современный вектор развития, который тоже может быть довольно любопытным для гостей. По моему мнению, дискуссия показала, что идеальная эмблема должна комбинировать в себе как узнаваемые исторические события, так и нынешний вектор развития города. То есть дядька просто взял и прибавил одну позицию к другой. Давайте в одной эмблеме и прошлое, и будущее отразим. Тоже решение вопроса, другое дело, как мы определим будущее. Если будущее не определено, и разных сценариев будущего много. А что думаете вы по этим позициям? Можете проголосовать по ссылке, которая будет под этим видео, и прокомментировать, как бы высказать свою позицию по этому вопросу. Кстати, предлагаю подписываться на наш канал Дискуссионного клуба Полтава. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Кихот, организатор Дискуссионного клуба Полтава. Это то есть я. И, кстати, Кихот – это мое дискуссионное прозвище.